Есть еще один способ деления, способ очень сложный, но понимать его, если вы хотите хотя бы чуть-чуть разобраться в генетике, понимать его необходимо. Это деление ядра будет называться МИ-ДЁС. Половое размножение? То есть половой процесс и размножение – это два процесса, которые разделены во времени и в пространстве. Вот это же, чтобы с этим разобраться, а именно с этим сегодня в своей голове возиться. Скажите, пожалуйста, зачем вообще нужно половое размножение? Ну, есть бесполая какая-то... Чтобы комбинировать гены. Чтобы комбинировать гены родителей. Почему это выгодно? Чтобы удачные гены использовали, а не удачные образы? Ну, давайте посмотрим. Пока вам не удалось меня убедить. Смотрите, какая модель какая-то. У нас есть поколение. Вот я прилетел на свою любимую Тириан-Пам-Пам или Тумбу-Юму. И это наблюдает за моими любимыми крюнтелями. Вот, значит, поколение крюнтелей. Эти хюнтели размножаются бесполыми. Делятся. Ну, Ленин заниматься ухаживанием, там, семья какая-то, дети каких-то местных. У них бесполые размножаются. Ну, так все и будут. Ну, так все на планете происходят. Так что будут и все хюнтели совершенно агентичны. Нет. Нет. Все они немножечко различные. Скажите, пожалуйста, в силе они будут проживать одинаковое время. Длинножить у них. Нет, все они будут разные. У кого будет максимальное длинножить? У того, который самый лучший. У того, сходя, у которого максимально подходит к ржевому коже. Если он прожил долго, а размножение бесполое, то сколько потом он оставил? Ну, да. До того, как он коже, он оставил 100-100 коже. И вот это тоже оказывается хорошо и приспособлено. Вот это похуже, у него потом поменьше. Это тоже. Вот это совсем плохо. Удачники. Вот скажите, смотри, следующее поколение приведения. Вот оно. В нем будет больше тех, которые лучше присутствуют. Да. Посмотрите, какой процентный состав тех, которые имеют удачную комбинацию мутаций. В разы больше. Да, конечно. При этом, каждый из них проживет дольше, чем носитель вот такой комбинации. Видите? Вот это очевидно, что только мы же. Он только двух потомков оставил, да? Вместе с этим, это вообще только одно. Каждый, каждый, ну, тот он. Это еще, это еще, на мягкое время. Может, он догнется до того, как еще двое быстрее? Внимание, внимание, смотри на следующее поколение. Вот эти два, сколько потомков остаются? Тоже половые? Ну, тоже половые, допустим, да? Тоже седьмого. А каждый ведет? Сто, сто, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В результате, во втором поколении сколько будет потомков вот этого? Сорокдесят. Сорокдесят. Понятно? В результате, прошло пять-шесть поколений, А на всех ли хлюнделей хватает еды? Нет. Нет. Прошло пять-шесть поколений, какие хлюндели остаются? Самый высокий темп от размножения. Почему? У нас лучше все приспособлены. Внимание. Скажите, в ходе вот этой модели, которую мы сейчас разбираем, что произошло с генетическим разнообразием? Оно расширилось. Оно расширилось, осталось прежним или уменьшим? Уменьшим. Уменьшим. Это понятно? Оказались отброшенные неудачные варианты. То есть оставшиеся стали генетически более обнадежными. Задите, то есть у нас тот взлеток от моего потомства у нас остался? Что? Да нет, конечно. Нет, ну я вам зато вычеркну. Ну он просто настолько безнадежный. Вот эти, друзья, остались. То есть пока не через десять. Мы имеем таких супер-клюшные. Все более-менее одинаковые, все отлично приспособлены к уже в среде. Но ничего не надо, некоторые будут. Подождите, подождите. Подождите. А теперь скажите, пожалуйста. Мы живем в неизменном мире или в мире принципиально изменившим. Изменившим. А можно ли предсказать заранее, какие именно изменения произойдут в будущем? Нет. Нет. Нельзя. В результате эти ребята отлично приспособлены к имеющимся условиям. А во время жизни вот этого поколения вот этого поколения условия взяли и неизменившим. Если эти ребята хорошо приспособлены к условиям типа А1, значит, если они будут хорошо приспособлены к условиям А2, а при этом они все очень похожи. мы объясняли разнообразие, убрали тех, кто плохо приспособлены к А1. А разнообразие... Они могли быть хорошо... Но в отельной жизни никакого этого не было нашли. Да. Скажите, какая судьба ждет эту окуляцию? Они практически все. Они все обидуют. В результате высокое генетическое однообразие это такая надежная дорожка к вумерам. Чем более однообразна группа, тем с большей вероятностью эта группа исчезнет. Почему? Потому что реагирование на изменения в окружающей среде для такой группы крайне тяжелое занятие. Идея полового разношения. Очень простой. При половом разношении дети получаются не умные, толстые, красивые, сильные, добрые, а дети получаются разные темы. Разные темы. То есть, что с генетическим разнообразием? Оно возрастает при разношении или уменьшает? Возрастает. Возрастает. В самые разные-разные расстасовки вариантов генетики родительства. Ну, вы играете, допустим, я не знаю, несколькими колодами карты сразу, у каждой колоды рубашка своего цвета. Если колоды хорошо перетасованы, можете ли вы заранее сказать, какой именно цветовой набор придет к вам на аргенте? Причем, если у меня такая комбинация карт, значит, у моего соседа будет такая же. Да. Совершенно. Разные варианты. А в результате произошло изменение окружающих условий. Условия первого группы сменились на условия второго. Вымрет ли в этом случае гарантированно вся популяция существ, размножающихся половым путем? Нет. Нет, конечно. Вот те, которые лучше приспособлены. Казались лучше приспособлены, то же для этого было непонятно. Условий таких не было. Не было. И было не видно, почему они хорошо приспособлены. А когда условия изменились, а то, что им мутировать не надо. У них этот набор уже есть. Раньше он абсолютно ничем не помогал и даже вмешался. А при изменении условий, пожалуйста. Типичный пример. Сейчас, чтобы вам было понятно, о чем это речь. Одна из мутаций, древних мутаций, в поколении уже много-много тысяч лет, приводит к тому, что красные крови и лица, эритроцид, троются неверно. Вместо того, чтобы получать свою классическую форму двоякого вогнутого диска, если мы добавляем, вот так разрежем, мы видим вот такую картинку. Представьте себе, вы взяли толстую лепешку с пластилином, вот так зажали между пальцами и серединки сжали. Вы получите двояко вогнутый диск. У него здесь ягод, вот с той стороны ягод, одна ягод, другая. Вот это эритроцид нормальный кровь. А при мутации серпо-клеточная анемия, эритроциды раздаются вот такие. Они сжаты очень сильно. Вот так вот их снял. Такие эритроциды в разы уже переносят кислород. В качестве транспортников они очень нехороши. В результате человек серпо-клеточной анемии пока нагрузка не очень высокая. Ну, пока он просто сидит, слушает, смотрит телевизор, обедает, спокойно гуляет. У него какие-нибудь проблемы есть или нет? Нет. А теперь как только появляется злобные предыдущики. Или как только у вас завтра сдача экзамена по какому-нибудь предмету. Или как только вы поссорились с родителями. Или с любимым человеком. Во всех этих случаях что с вами происходит? Вы начинаете волноваться. Стресс. Стресс. Воевой работе организма. Сколько кислорода потребует организм? В разы больше. В разы больше. Вот в режиме стресса что возникнет у человека в серпо-клеточной анемии? Кислородное голодание. Кислородное голодание. Оказывается, что эти эритроциды в стройку кислорода просто не могут перенести. Какая из тем органов первая откажет? Восстание. Ага. Что с человеком происходит? Потерять сознание. Потерять сознание. То есть чуть понервничал голодный чуть понервничал голодный чуть нагрузка голодный посинели задыхались спадают и теряют сознание. Ну и скажите хорошо ли жить на свете людям больным серпо-клеточной анемии? Нет. Нет. То есть мутацию будем считать отрицательной. Сладно. Такое инфекционное заболевание из тех, которые человечество пока не победит. Каждый год уносит больше всего человеческих жизней. Каберкуляс или Тибит? Каберкуляс. Спит даже в первую десятую метро. Каберкуляс? Нет, не таберкуляс. Каберкуляс. Рак не инфекционный. Эпидемия рака лишь невозможна. Чума. Чума под контролем очень хорошая. Из-за разных заболеваний на первом месте до сих пор тропическая малярия. Ежегодно урожай смерти. Здесь много тысяч человеческих жизней заработают. Ни одна другая инфекция не сытожает. Тропическая малярия для нашей европейской трехдневной, четырехдневной одни подарки. Тропическая малярия достаточно. Встречащая штука. Справка заболеваний отразивается, когда маленькая протиста называют ее малярийной плазмогией. Попадающая в кровь человека из стольных желез зараженного комара или москета. В крови атакует эритроцит внедряется в него, размножается в него, делится. После этого эритроцит разрушается, а новенькая бригада плазмогия выскочила из плед, и летала на полотенце. Дело в том, что вот эти продукты, которые вывалятся из разрушенного эритроцита, они очень виталины. Если у вас тысяча плазмогий на тело, вы не почувствуете. Но дело в том, что после каждого размножения количество плазмогий становится больше примерно раз в 20. Поэтому, допустим, у вас на старте тело попало в 10 плазмогий. Выход на свободование каждые 3 дня в трехдневной малярии. Вопрос. Через 10 дней сколько плазмогий у вас в организме? На старте 10 каждые 3 дня выход при выходе умножение на 20. 20 умножить на 20, умножить на 20, умножить на 20. Ну и сколько? 23. 10 умножить на 20 пуля. Угу. 8 тысяч. 8 тысяч. И умножить еще на 10 и 380 тысяч. Угу. Хорошо. Вы первый раз почувствовали легкое медвемогание. 80 тысяч практически для вашего организма это очень-очень мало. Очень мало. но токсина достаточно сильная и вы почувствовали что вам просто не здоровится. Скажите при следующем приступе еще через 3 дня это просто надо будет умножить. Это 160 а здесь кто делает 20 уже не 160 мы на 20 умножим. На 60 тысяч. Не 160 это тоже ставлю только надо просто это в клубе. Миллион 600 тысяч. Что вы чувствуете? Сильное медвемогание. У вас же сильная главная боль болят глаза. Могут начаться рядовые явления температура к 40 подскакивает хорошо еще через 3 дня. Смерть. Нет пока еще не смерть. 32 миллиона ну понятно 32 миллиона но сцены смерть. Каждый следующий приступ все более и более тяжелый. Электрическая прогрессия. Да, дальнейший. В общем быстро нарастающий пациент. Заболевание очень тяжелое. Если на ранней стадии сейчас есть средства излечения на поздней стадии но даже если человек спасут у него на всю жизнь полностью прожимная печень причем даже пересад печень проблем не решит. Заболевание тяжелое. Справочная информация. Малерийные пластмоги не умеют атаковать вот такой видоизмененный эльфрационер. Вот сюда они просто не могут залезть. Вопрос. Все покрыточное аниме для жителей Вьетнама, Камбоджа, Южного Китая являются отрицательными признаками. Изменили условия и значение одного и того же признака признак не поменялся а значение его оказывается что другое. Про значение процесса вроде как сказали. Можно туда обычной кровь выйти. Ребята, вот подождите мы с вами хотя бы чуть-чуть обсудим вопрос спины и тогда вы более четко будете понимать какие проблемы встают при переливании там очень много раз справились в этом возрасте.